Время новостей на телеканале Север в студии Елизавета Кабанова. Здравствуйте! И в этом выпуске. Защитные меры срабатывают. В НАУ отмечается снижение уровня заболеваемости коронавирусом. Молодые профессионалы Заполярье определены. В рамках регионального этапа чемпионата WorldSkills Russia школьники и студенты соревновались в 12 компетенциях. Это рекордное для нашего региона количество. 3 декабря свой профессиональный праздник отмечают юристы. По этому случаю в Наринмаре прошли торжественные мероприятия. В нашу редакцию обратились несколько жителей из глубинки Ненецкого округа. Сельчане обеспокоены новостью о том, что в фельдшерско-акушерских пунктах и амбулаториях будут сокращены ставки медиков. Как следует из приказа о сокращении штата, от 29 ноября 2021 года, подписанного исполняющим обязанности главного врача Ненецкой окружной больницы Александром Коробицыным, в ряде сельских поселений будут сокращаться штатные единицы в местных ФАПах и амбулаториях. К примеру, под сокращение попадают 0,5 ставки фельдшера в Лабожском и врача-терапевта в Несской амбулатории. В общей сложности приказ содержит 61 пункт. Получить комментарий Александра Коробицына нам не удалось. Однако в социальных сетях Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения оставил вот такой комментарий. Добрый вечер. Данным приказом сокращаются ставки, которые не заняты. Это связано с тем, что штатное расписание приводится в соответствии с действующим законодательством. Сокращение медицинских работников не планируется. Если появятся медицинские работники, которые желают работать в сельской местности, ставки будут вновь введены. В ближайшее время мы постараемся получить официальный комментарий от представителей Ненецкой окружной больницы по поводу сложившейся ситуации. И теперь об эпидемиологической обстановке. Принятые антиковидные меры помогают сдерживать распространение коронавирусной инфекции на территории НАО. Об этом заявили на еженедельном заседании оперативного штаба. За прошедшую неделю в регионе наблюдается снижение уровня заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находится 155 человек. Из них стационарное лечение получают 29 человек, амбулаторное – 126. Всего на территории округа зарегистрировано 3254 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. На карантине у нас находится 1182 человека. В принципе, за последние две недели мы видим небольшое снижение темпа прироста заболеваемости. Каких-то значимых изменений в структуре по полувозрастному составу мы тоже не видим. Единственное, что на прошедшей неделе у нас был небольшой рост заболеваемости среди детей и небольшой рост бессимптомных. Это связывает с тем, что люди, контактирующие с заболевшими, сейчас обследуются независимо от наличия симптомов. С начала пандемии проведено 56 150 ПЦР-исследований на выявление инфекции. Что касается вакцинации, по состоянию на 3 декабря прививку против новой коронавирусной инфекции сделали 21 956 жителей региона. Завершили вакцинацию 20 765 человек. На сегодняшний день медицинская организация у нас обеспечена всеми необходимыми лекарственными препаратами. При этом у нас одновременно проводится работа по направлению соответствующей информации о потребностях федерального министерства. И также проводится работа с автовиками по приобретению, поставке также медицинских препаратов. В профильном ведомстве рассматривается вопрос о снятии карантинных мер в селе Вехняя Пеша, так как заболевших в населенном пункте нет. Напомню, на карантин по COVID-19 также закрыто село Оксино. На сегодняшний день под наблюдением находится 3 человека. За весь период было выписано 34 человека. Последний пациент с положительным результатом был выявлен 23 ноября. Срок действия сертификата после перенесенного коронавируса увеличен до 1 года. Переоформление произойдет автоматически на портале госуслуги и будет завершено в ближайшие дни. Об этом сообщили в профильном ведомстве. Все новые сертификаты о перенесенном коронавирусе оформляют уже сразу на 1 год. Нововведение касается всех, кто переболел в течение последнего года. В окружной столице завершился семинар для глав муниципальных образований. В ходе встреч были подняты волнующие жители села вопросы. Завершением продуктивной рабочей недели стала встреча сельских управленцем с собранием депутатов Ненецкого округа. Подробности далее. В рамках учебно-консультационного семинара с главами муниципальных образований традиционно провели парламентский час. И рассмотрели вопросы взаимодействия с собранием депутатов. В рамках комиссии по государственному устройству обсудили вопросы наделением полномочий местного самоуправления в сфере культуры и спорта. Так как ранее, в соответствии с 95-м окружным законом, они были переданы на региональный уровень. Мы обсудили вопросы полномочий органов государственной власти и органов местного самоуправления. В 2014 году они были перераспределены. И сейчас мы ведем полномерную работу. Какие-то из полномочий мы вернули на уровень района, какие-то полномочия мы вернули на уровень округа. К примеру, это полномочия по обращению с отходами с уровня сельских поселений были переданы на уровень района. Потому что эти вопросы сельские поселения сами решать не могут. Кроме того, был рассмотрен вопрос об обеспечении жителей населенных пунктов бензином. Так как стоимость за пределами города очень высокая из-за доставки. Ее субсидирование пока невозможно. Депутатский корпус на декабрьской сессии хочет направить обращение в правительство РФ с просьбой рассмотреть эту возможность. Ну и кроме этого, мы обсудили, конечно же, один из самых важных вопросов. Это вопрос обращения с твердыми коммунальными отходами в труднодоступных сельских населенных пунктах. По 89-му федеральному закону, если этот мусор не утилизируется на местах, его необходимо вывозить на полигоны, где он будет в дальнейшем утилизироваться, обезвреживаться. Таких полигонов у нас в округе нет, но в любом случае из сел этот мусор нужно вывозить. Ежегодно на вывоз мусора из сел тратится 50 миллионов рублей. Депутаты выдвинули предложение перенять опыт других северных регионов. Например, как сделано в республике Саха-Якутия – мусоросжигательные установки. Одна сейчас есть в селе Несть в качестве эксперимента. Если подобная установка окажется экономически целесообразной, вопрос будет проработан в дальнейшем. Было очень интересно послушать по поводу отходов ТПО, чтобы их непосредственно можно было утилизировать на территории и не доставлять морским путем в город каждый год, каждый один из месяцев. Помимо этого были рассмотрены изменения в бюджет округа на 2021 год, а также план финансового документа на следующие три года. Была затронута и тема реализации региональной программы снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в Ненецком автономном округе. А также был подлин в вопрос о программе комплексного развития сельских населенных пунктов. Ее цель – сохранение 25% жителей на селе от общей численности населения. Программа действует в целом по всей стране, но для привлечения молодежи нужно развивать инфраструктуру. Мы же говорим о том, что сельским жителям мы оказываем поддержку, специалистам. Но никто из молодых специалистов не поедет на село, если не будут созданы условия. Ведь это так. Поэтому мы должны комплексно подходить ко всем мероприятиям. То есть мы должны поддерживать их и создавать условия для их проживания. Также были рассмотрены вопросы о воздушных перевозках между населенными пунктами. Благодаря таким встречам у профильных департаментов и депутатов есть представление о реальности жизни в муниципальных образованиях. И какой именно результат дают те или иные решения, принимаемые в городе. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Телеканал Север. 3 декабря юристы принимают поздравления с профессиональным праздником. По этому случаю в Наринмаре прошли торжественные мероприятия. Участие в них приняли судьи мировых судов Ненецкого округа, работники аппарата судов и судебных участков, сотрудники управления судебного департамента в Архангельской области и Ненецком автономном округе. Подробности далее. День юриста – профессиональный праздник. Он объединяет юристов разных сфер деятельности, которые служат в защите прав и свобод граждан государства. Традиционно много лет в суде Ненецкого автономного округа в этот день проходят торжественные мероприятия. Награждают лучших гражданских служащих федеральных судов и судебных участков мировых судей. Одним из них стал Виталий Распопин, судья Наринмарского городского суда. В профессию он пришел после окончания юридического факультета. Сначала трудился в должности помощника судьи, затем работал в суде города Архангельска. И с 2013 года указом президента был назначен в Наринмарский городской суд. Свои сложности, конечно, есть. Это вызвано и спецификой региона. Здесь достаточно сложная категория дел, с учетом того, что город столичный для региона. Здесь все госорганы находятся, поэтому все споры с этими госорганами находятся в этом суде. Вообще таких судов мало по России, где есть все эти категории дел. А по поводу беспристрастности судей, ну, это один из основных принципов для судей. Приходится быть беспристрастным. Конечно, необходимо вникать в положение самих граждан, понимать, что им не движет. Но при этом надо оставаться верным присяге и быть беспристрастным. А дата 3 декабря выбрана не случайно. В этот день, в 1864 году, в России была принята серия судебных уставов и других законодательных актов, которые легли в основу судебной реформы. Именно этот день, вплоть до 1917 года, российские правоведы считали своим профессиональным праздником. Честность, порядочность, верность закону. Я уверен, что сегодня в этом зале собрались именно такие люди, люди, преданные своему делу, люди, благодаря которым обеспечивается и правовая стабильность в государстве и в обществе. С профессиональным праздником Днем юриста собравшихся поздравили представители законодательной и исполнительной власти. Основная цель профессии юриста – установление законной справедливости. Именно от работников юридической отрасли, судей и адвокатов, прокуроров и приставов зависит безукоризненное выполнение законов, а следовательно существование и правовое функционирование государства. Профессиональная деятельность судей требует определенных личностных качеств, например, таких как собранность и пунктуальность. Я, например, очень большое внимание уделяю такому качеству, как сдержанность, поскольку мы работаем с людьми и просто не вправе, скажем так, в судебных заседаниях повышать голос. Люди, понятно, что бывают разные, не все бывают довольны судебными решениями, но в любом случае судья и даже работник аппарата суда, он должен быть всегда сдержан. То есть не настолько эмоционален, насколько, может быть, ему даже хотелось где-то внутри, в душе. Кроме того, в ходе торжественного мероприятия отметили победителей традиционных конкурсов на звание «Лучший помощник судей Ненецкого округа-2021» и на звание «Лучший секретарь судебного заседания-2021». Отметили победители традиционных спортивных состязаний, которые удалось провести в этом году. Ольга Русул, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Ежегодно 3 декабря в России отмечается День неизвестного солдата. Это памятная дата, установленная с 2014 года, в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за ее пределами. В Ненецком округе в этот день писали тест по истории Великой Отечественной войны. Подробности в материале Ольги Русул. Международная акция «Тест по истории Отечества» проводится с 2015 года в рамках федерального проекта молодежного парламента «Каждый день горжусь России». Игорь Ибраев на вопросы теста отвечает впервые. На прохождение всех заданий, а в нем 30 вопросов, организаторы выделяют полчаса. Сложно, но справиться можно. Это очень полезное мероприятие, проверить себя на знание истории. Это более серьезное событие было в Великой Отечественной войне. Поэтому принимайте все участие, проверяйте себя и знайте историю. Организатором акции в Ненецком округе выступает общественная молодежная палата при собрании депутатов. Жители региона отвечают на вопросы теста очно на нескольких площадках и в формате онлайн. Участие в проекте приняли также жители пяти населенных пунктов округа. Данная акция направлена на историческое просвещение молодежи, на сохранение и поддержание исторического наследия. И знание тех событий, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. Всего в Ненецком округе «Тест по истории Великой Отечественной войны» написали более 2000 человек. Все участники получат специальные сертификаты. Данная акция, опять же, проводится для поддержания и совершенствования культурно-исторического наследия. То есть она носит такой добровольный характер, поэтому тут просто желание и дело каждого принятия участия. Напомню, в Ненецком округе проведение акции приурочили ко дню памяти неизвестного солдата. 3 декабря 1966 года во знаменовании 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе на выезде в город Зеленоград и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду. С 2014 года памятная дата приобрела статус официальной. Ольга Русул, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Молодые профессионалы Заполярье определены. В Наринмаре назвали имена победителей и призеров чемпионата WorldSkills Russia. Школьники и студенты в этом году соревновались в 12 компетенциях. Это рекордное для нашего региона количество. Тему продолжит Илья Сахаров. Жанна Семенюта и Марина Горбань мечтают стать воспитателями. Именно поэтому решились попробовать свои силы в компетенции дошкольное воспитание. Результат шокировал всех. Первое место обе школьницы разделили между собой. Мы честно ожидали не то, что у нас вместе будет победа. Мы просто все боялись, мы просто сидели, тряслись, не знали, кто из нас победит. И когда просто сказали, что мы вдвоем, мы с ним переглядываемся. И вообще в шоке были все. Да, честно, мы были в шоке. Во-первых, что первые места, что их два. Кто знал, что так будет. Да, но это морально очень тяжело. Дошкольное воспитание – одна из самых важных социальных компетенций. Здесь участвовали шесть школьниц. Для подготовки к чемпионату девочки ходили на дополнительные занятия на базе социально-гуманитарного колледжа. Неделю девочки ходили, готовились. Здесь подготовка была по полтора часа каждый день, вечерами. Они приходили, конечно, уставшие. Был загруз и у них по Олимпиадам, потому что девчонки достаточно активные. Работать с ними было очень легко. Умницы задавали вопросы, если что-то было непонятно. То есть они горели желанием именно показать себя на чемпионате хорошо. И были те школы, которые на самом деле были заинтересованы в подготовке, поэтому чувствовалась, конечно, их помощь в подготовке, их отдача. Среди юниоров было две компетенции – это дошкольное воспитание и графический дизайн. Последняя проходила впервые. У нас не было никаких сомнений, чтобы внедрить эту компетенцию. Мы приобрели программное обеспечение для проведения данной компетенции и провели ее в первый раз. Я надеюсь, что опыт наш первый удался, он удачный, и мы будем продолжать. В компетенции «Графический дизайн юниоры» третье место за Екатериной Еловой. Второе у Виктории Левчаковой. Первое место присудили Юлии Коткиной. Меня очень порадовало то, что довольно большое количество конкурсантов на площадке по каждой компетенции представлено. Это значит, что большое количество студентов может пройти через чемпионат и понять, что это такое, какие это соревнования. И возможно получить шанс для последующих этапов участия в последующих этапах чемпионатов. На отборочных, на финале национального чемпионата. Ну и, конечно же, попробовать для юниоров, сегодня мы их награждали, попробовать профессию, которую они сегодня для себя определили, и утвердиться в своем решении, либо сделать выбор в другую сторону. За каждым участником на всех площадках наблюдал представленный эксперт. Задания из года в год меняются, становятся более сложнее. Например, в компетенции «Лабораторный химический анализ» кроме опытов был обширный блок расчетов. Восемь участников шли близко друг с другом. Итак, третье место у Лилии Апициной, второе взяла Валентина Рычкова, первое место у Ирины Пеньковой. Я участвую в первый раз в WorldSkills, и когда была у нас подготовка, у меня внутри было такое ощущение, что у меня что-то будет, какая-то победа. Все-таки в первый раз, и у меня страха в основном не было, но узнала что-то новое, научилась уже правильно с приборами обращаться, и все равно внутри было вот такое ощущение, что я вот какая-то особенная, что-то у меня какая-то победа будет. И вот так и получилось первое место. Еще одна бессменная компетенция – ветеринария. Здесь участники прошли три модуля. Первое – это лабораторное исследование. Ребятам нужно было проверить на антитела иммуноферментный анализ. Второй блок – экспертиза. Здесь оценивали овощи на качество продукции. Самый обширный блок – третий – диагностика. Они, конечно, молодцы в плане в том, что у них есть интерес, у них есть возможности и желания. Те, которые, ребята, у меня сейчас заняли первые три места, они прям заняли именно то, что им надо. И мало того, у девчонки видно, что они хотят участвовать и хотят работать в дальнейшем. То есть это не просто так – получить какую-то бумажку, а именно получить какие-то профессиональные навыки. Третье место взяла Юлия Талеева. Второе – за Ириной Литковой. Первое место у Марии Тихомировой. К слову, победители каждой компетенции сейчас будут готовиться к отборочному чемпионату среди Северо-Запада. Это, конечно, будет очень сложно, потому что очень сильные соперники у нас будут находиться именно на Северо-Западе. И нам надо вот прям вообще, чтобы она, как отчина, знала все задания и выполняла все полностью. И, соответственно, конечно, не было страха перед тем, что ты неправильно сделаешь, меньше волноваться. Это очень большой аспект. Потому что дома, конечно, мы волнуемся все, но менее реже. Приглашенным гостем чемпионата стала Людмила Иванюк – директор департамента регионального развития Агентства развития профессионального мастерства. Специалист оценил уровень подготовки как студентов, так и преподавателей. Сегодня задачи, которые стоят перед чемпионатом региональным, я считаю, что в Ненецком автономном округе выполнены. Выполнены на хорошем уровне. Теперь будем готовиться к следующим этапам наших соревнований. В этом году площадки для проведения чемпионата были организованы в Ненецком аграрно-экономическом техникуме, на Ринмарском социально-гуманитарном колледже, Ненецком профессиональном училище и технопарке «Кванториум». Илья Сахаров, Наталья Дуркина, Владислав Носкин, Антон Водряков, Телеканал «Север». Более 7 тысяч новогодних подарочных наборов уже закупили для детей Ненецкого округа. Из регионального бюджета на эти цели направили 4,3 миллиона рублей. Новогодние подарки для окружных детей уже доставлены в регион. Сейчас их распределяют по сельским населенным пунктам. В понедельник в Наринмар поступила большая партия подарков. Они будут распределены по школам и детским садам Ненецкого автономного округа. В муниципалитеты новогодние подарки должны быть доставлены до 10 декабря. Каждый подарок содержит кондитерские изделия весом не менее 1 килограмма и сувенир. Новогодние подарки от округа положены детям от 1 года, которые не посещают детский сад, а также воспитанникам дошкольных образовательных организаций и ученикам начального звена. Получить подарок для ребенка, который не посещает детский сад, можно уже с 1 декабря в комплексном центре социального обслуживания. Подарки выдаются только законным представителям в будние дни с 9 до 12.30 часов и с 13.30 до 16 часов. По адресу улица Рабочая, дом 18, кабинет номер 14. С собой необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации по месту жительства или пребывании ребенка. По всем вопросам можно обращаться по телефону, который вы видите на своих экранах. А подарки дошколятым и ученикам начальной школы вручат в образовательном учреждении. В 2021 году контракт на поставку детских новогодних подарков исполняет общество с ограниченной ответственностью трейд. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.